Итак, это шоуруум. Группа АйОва сегодня у нас здесь. Вася, Леня, Катя, теперь вы знаете, как их зовут. Говорим сегодня о тайнах. Тайну имен я раскрыл. А какие еще у вас есть секреты и тайны? Есть одна большая тайна. Как мы снимали клип на нашу новую песню. Она называется Весна. Весна это то, что нас ждет. Это лучшее, что нас ждет. Вы знаете сами это. Так вот, тайна. Что вас ждет Весна? Что нас ждет? Что с нами приключилось в преддверии весны? Мы снимали клип на песне Весна и решили, что в этом составе будет скучновато сниматься. Мы решили, что нам нужны две собаки нужны. Очень нужны две собаки. А они должны быть такие пушистые, большие. Нам пришлось... Оттянем немножко этот момент и попозже о нем поговорим. Так сказать, под кульминацию сделаем. То есть, режиссерская вся вот эта вот штука. У нас там режиссер сидит, он мне подсказывает. А мы с вами поговорим вот о чем. Значит, я знаю, что вы были в Сочи. Мы только что из Сочи. Вот буквально прям вот с самолета. Вот мы еще тапочки не успели переодеть. Вот у него были такие тапочки вот этого... Панамка. Тигра вот этого. А, вот этого тигра. А, вот этого тигра. Вот этого тигра. Там такие пушистые такие лапки были. Мы увидели все. Мы увидели всех. Завидуйте нам. Так, вот тут давайте уже вот секрет не нужно оставлять. Что вы там делали, что вы видели. Я так полагаю, что вы ходили на соревнования. Самая главная тайна, это то, что в Сочи была Олимпиада. Была. Все-таки она была именно там. И все декорации были настоящими. Все было по-настоящему. То есть, снег, люди... Вот эти фанерные люди, это вот что аплодируют? Нет, это убрали. Да, да, да. Я так и понял, что только команды, которые сидели и все. Это и было настоящим. Все остальное нарисовано. Все было настолько настоящее, что это можно было потрогать. Можно было болеть за них. Я, правда, тоже немножко заболела просто так потом. Скажите мне, пожалуйста, за кого вы болели? Есть ли, наверное, какие-то у вас приоритеты в зимних видах спорта? Какие вам зимние виды спорта нравятся больше? Вначале болели за хоккей, но... Но переболели. Переболели, да. Вообще мы болеем за харизматичных, сильных, уверенных в себе спортсменов. Мы болеем за людей, которые любят свое дело. Просто ты видишь то, что общее с собой. И мы болели за Беларусь и за Россию. Я недавно общался с парнем. Он волонтером там работал. Он рассказывал, как жизнь волонтера обстоит. Мне интересно, как жизнь вот просто болельщика, ребят, которые туда приезжали, людей, которые приезжали и смотрели. Как там? Так ли, как нам и рассказывал телевизор, да? Так ли тепло встречает нас город, вас? Очень здорово, что были волонтеры из разных городов. Да, я больше скажу, из разных стран. Из разных стран, да. Были просто ребят, которые стояли. Здравствуйте. 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 Да, и кремасу. Здрасте, hi. Hello. Aloha. И все, 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 что она делала, это вся ее работа. И действительно она очень сильно заполняла с собой атмосферу. Она добавляла вот этот вот лучик салюта. Она очень, это очень большая роль на самом деле. Они же танцевали там. Кто говорит, здравствуйте. Я вам скажу честно, я вам сейчас завидую. Вот так, да? Да. Слушай, 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 когда мы стоим, прогуливаемся, значит, Роза Хутор, Красная Поляна, подходит парень и говорит, слушай, ты знакомое лицо, ты же из Беларуси, моя девушка знает тебя. И он такой сразу тут начинает фоткать. Из одного города, практически там дома рядом стоят. То есть ребята еще и соединяют. Конечно. Объединяем. А мы сейчас объединим всех любителей рекламы. Смотрите телеканал, никуда не переключайтесь, немного рекламы возвращаемся обратно. В гостях у нас сегодня группа Айова. Они очень рады вам. Тут за кадром немножко рассентиментальничали. И говорят, давай, прочитай какие-то сообщения, которые пишут люди. Люди. Люди пишут Валеры. Просят как бы сказать, вот что, Женя Мельковский, я тебя люблю. Тебя передает Валера какой-то или какая-то. Вот. Просят, ребята, вот тут все вместе мы должны передать привет Эльвире Стариковой от Валеры. Эльвире Стариковой от Валеры. Валеры. Привет. На, на. Группа отличная. Ну что же, давайте мы вернемся к тому, о чем мы говорили до этого. Что же вы делали в Сочи? В Сочи куча всего было. У нас было пять концертов подряд на разных love-сайтах. Так. Что такое love-site? Live-site. 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 Живая площадка. Огромная площадка большая, куда стекаются вечером большое количество народа и смотрят игры онлайн, награждения. И потом концерт. И потом концерт. И это много-много площадок. Мы работаем только вживую. Да, конечно. Вот уже на чей-то вопрос точно ответили, поэтому задавать его даже не буду. Ребята играют и поют, и двигаются вживую. Есть, есть, есть. Есть. Мы еще, параллельно, мы гуляли по Сочи вместе с Russian Music Box. Так. Что вы делали? Узнавали. Это была программа «Звезды в городе». «День с звездой» или что-то? Не помню. «Звезды в городе» называлась. Мы в разных снимались. Да, мы в разных передачах. Ну, в общем, мы ходили, говорили людям «Только правда, только Сочи». Скажите нам, пожалуйста, как вы себя здесь чувствуете? Они так смешались. Да, отлично. В общем, как-то под конец они уже могли сказать что-то и уже кричать. И встретились в России вперед. С девушкой. А потом нечаянно. Леня стал танцевать с прохожими. Подожди, это уже не важно. Это важно. Это самое важное. Его бабули не отпускали. Да. Это был супергерой. А они бабушки и такие. Мы встретили. Так. Мы встретили девушку, которую в 80-м году гасила факел. Она прекрасная женщина. Она безумно красивая. Она безумно круто выглядит. Олимпийский огонь. Вы представляете, что это такое? Она показала фотографии. Нет, я не видел. Гасить огонь. Хотя было в моей жизни пару раз такое, и я гасил огонь. Нет, подождите. Это такая очень серьезная тема и для всех плаксивая. Сейчас уже все знают, потому что после этого мишки, после этого слезки. Группа. Я сентиментально. Правда. Правда. Было очень. Меня тронуло в самое сердце. Нет, как раз он травануло. Меня. Я ношу в себе эту каплю огромную. Она большая, правда. Финистская, да? Вот. И мы эту женщину встретили. Она нам показала фотографии. Как-то было. Вот эти вот девчонки в купальничках. Они там стояли вокруг пьедестала, на котором был вечный огонь. Олимпийский. В общем, олимпийский. Ну, почему он не вечный? Пусть он будет вечным. Пусть всегда горит и пусть объединяет людей. Все хорошо. Уже новый огонь понесся по стране с разных точек. Несется в Сочи параолимпийским играм. И мы там тоже будем. И мы там тоже будем. Посмотрим и участвуем. Передадим. Помашем вам ручкой. Передадим привет. Кто сможет, айда к нам в Сочи. Потому что ничего не стоит. В общем, не стоит отменить какие-то неважные ваши дела. Приехать на параолимпиаду, поддержать талантливых людей. Талантливых спортсменов. И повеселиться, порадоваться за них. Вот так вот. Это еще не все секреты от группы Айова. А сейчас смотрим клип группы Сплин. Возвращаемся обратно и еще остаемся узнаем. Игруха называется Russian Music Box. Получилась достаточно забавная. Очень серьезная фотография. Такое ощущение, что только что губы мои кто-то отпустил. Только отпустил. Губы живут своей жизнью. Ну что ж, давайте продолжим общаться. И вот, что хотелось бы мне уже узнать. И не мне. Пишут нам в группе, как вы проводите свое свободное время, ребят. Есть ли оно? Мы так заняты, так просто. Свободное время, честно. Вот для меня то, чем мы постоянно занимаемся, это гастроли, это репетиции, это запись новых песен. Это так тяжело, увольте меня. Нет, нет, нет. Это и как бы я не разделяю свободное время и там можно сказать даже работу. Да мы просто совмещаем реально полезное с приятным. Мы счастливые люди. Браво. Браво аплодисменты ваши. А может быть вы любите там, не знаю, на сноуборде покататься. Или на роликах. Или просто посидеть, ногу на ногу положить, на стол сидеть, задрать и там коктейль какой-нибудь. Ну, может и так. Как круто, когда можно заняться. Спишь, лежишь и ни о чем не знаю. Можно заняться ничем. Никак. Нет, я очень люблю рисовать. Такой релакс. Так клево. Я чачу мольберт. Тонкий намек. Да, добраться до художки надо. Доберитесь, кто-нибудь меня туда закиньте и нужно уже выбрать мольберт. Потому что я на полу все это делаю. На полу. Вот сейчас мне очень интересно стало, что как вы поняли, как вы пришли к тому, что сцена это ваша, что нужно со сцены нести людям добро, может быть не добро. Ну, в общем, нести людям со сцены. Почему не рисовать? Почему петь? А у меня было это так на одном уровне. Рисовать, петь, рисовать, петь. И вот финиш, на финишную ленту, собственно, финишную ленту порвал вот этот голос. Голос порвал финишную ленту. Нет, просто в детстве еще тоже брал, как по рассказам мамы, я брал веник и пел кони в яблоках. Веник, классика. Собственно, все так и вышло. У меня дальше веника дело не пошло просто. Родственная душа. Поэтому там было уже все предопределено. У меня как-то я, честно, рисовал сцену. Рисовал сцену. И у меня мама работала на обувной фабрике. Она приносила мне там какие-то шнурки. Я делал себе парики и танцевал перед зеркалом Майкла Джексона. Какие-то танцы. Майкла Джексона. Фотов нет. Фотов нет фото. Это тайна. Я раньше танцевал. Ну да. Танцевал? Ну да. В третьего класса. И Майкл Джексона танцевал. Класс. Вообще дела такие. А у вас зато смотри. Смотри, что у него. Смотри. Майкл Джексона. Уснул Майкл Джексона. Можно же так вот это делать? А! Реклама. Тащи его! Тащи! Друзья, это телеканал Aeros Music Box. Кать, возвращайся к нам, пожалуйста. Все, поел, довольная. Все хорошие, все веселые. Вернулись обратно, друзья. Это группа Ayo. И так. Мы с вами продолжаем общаться. Мы немного сейчас приоткрыли завесу о том, чем вы занимаетесь в свободное время. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Если немножко как. И узнали, вот. И ты ешь людей спокойнее как-то. Бывает добрых, только добрых. Только добрых. Правильно. И добро потом несется со своей. Правильно? Ты то, что ты ешь. О, я думал, ты то. Ты то просто. Ты то просто и все. Тут очень спрашивают, очень-очень интересуются, говорят, что парень в кепке, просто красавчик. Как его зовут? Открой тайну уже и пусть люди знают. Просто имя и все, да? Больше ничего не просят. А телефон не просят? Нет, не написано, телефон, так будут потом просто медитировать. Меня зовут Василий, очень приятно. Вот так. Узнали? Не жена. Ага, вот еще одна тайна. Теперь вы знаете, а мы продолжаем. Итак, мы говорили о вашем свободном времени. Мы уже поговорили о том, что вы побывали в Сочи и что вы там делаете. Так, а теперь я хотел бы узнать, где вы уже побывали в этом, в ушедшем году и в наступившем году, где давали свои концерты, где люди могли вас наблюдать и служить. И теперь кусать локти, потому что не оказалось их на вашем концерте. Как классно, что мы смогли, собственно, убить вот эти пробелы в географии в школе, знаешь, когда не учишь. Я тоже долгую. А ты туда приезжаешь и уже хочешь, не хочешь, но ты знаешь уже этот город. Ну, такие как там, не скажу, много-много городов таких маленьких, а оказывается, каких прекрасных. От Москвы до Владивостока, до Лесосибирска, до Сибири, что у нас Байкал безумно прекрасный. Пили. Байкал мы пили. Байкал обмельчал. Ребята, а куда планируете в этом году рвануть? Туда же. Те города, которые мы были, собственно, в их прошлом году. То есть, будет у людей возможность? Нет, у нас появляются новые географические вот такие точки. А вы их отмечаете на карте? Поначалу да, а потом... Я отмечаю. У меня под кроватью. Тайна называется. Ага. Вот она, Тайна. И добрые люди там же. Вот так же, да? Отмечаю их людьми. А, вдруг закончится. Мы начали наш эфир с того, что у вас есть новый, так сказать, ребенок, новый клип. Есть. Да, очень хотели в самом начале рассказать вам о нем. Она вот тут говорит, режиссура, давайте подождем. Туда ждать. Туда ждать. Мы уже не можем ждать. Весна уже здесь в сердце, уже с цветочками здесь вот уже распустилась. Не просто почками. Вы мне рассказали, где снимали его вместе с почками? Вместе с почками и цветочками мы снимали в Ялте. И думали, что нас встретит, собственно, цветами первовесенними. А встретила нас Ялта снегом. И мы вот так вот бегали, искали местность, где еще не выпал снег. Давайте снимать, снимать. Снимаем. Все. Посел снег. Нужно в другое место переезжать. Поэтому... Вот. Поэтому... Знаете что? Да. У нас должна быть некоторая тайна. Да. И мы прям подходим к клипу, но через один и почки, и погода хорошая, и переезд в Ялте с Ялты на Ялту будет сразу после клипа, но не того, который вы привезли нам новый. Сейчас... Зачем? Ну, мы сладенькое на потом осталось. Ну, хорошо. Вот. Аркадий Лайкин сейчас в эфире Russian Music Box. И мы продолжаем, друзья. Это телеканал Russian Music Box. Сегодня у нас в гостях группа Айова. Василий, Леня, Катя. Меня зовут Дензел, я, к сожалению, никакого отношения к группе не имею. Уже имею. Уже имею? Уже имею. Смотрите, мы же команда. Главное, чтобы меня не съели. Вот. Мама считает просто меня хорошим человеком. Мы тоже. Мама ошибается. Хороший. Ребят, есть ли у вас, может быть, какой-нибудь вопрос к нашим зрителям. Если нет, то у них есть к вам вопрос. Уже просят твой телефон. Да? Угу. На-на-на. А давай так. Кто угадает, вот так. Кто угадает последние цифры. Самый легкий вопрос. Узнает мой номер? Тот узнает, да. Нет, не так. Ты назовешь цифры, а ты им задаришь автограф сам. Окей. Собственно, можно. А все будут знать твой номер телефона. Они еще не боятся. Ага. Вот так. Сейчас мы что-нибудь придумаем для вас специально. Вот. Но зато вам стало сразу намного интереснее. Итак. Вопрос. Вопрос. Есть? Про кольца? Про кольца? Давайте так. Все знают, что на Олимпиаде не раскрылось одно из колец. Вот какого цвета это было кольцо? Вот такой вопрос. Тот кто? Бэм-бэм-бэм-бэм. Вот. Знатоки сейчас вы. Вы, как знатоки все, Валеры, решаете и узнаете. Как же это произошло и какого цвета должно было быть это кольцо? Ну и какой? Какой ответ мы засчитаем правильным? Седьмой или сорок пятый? А давайте седьмой. Вот прям семь мне нравится. Седьмой. Он вон и будет правильным. Я внимательно посчитаю, кто будет седьмым правильно ответившим, тот и получит автограф. Вот так. Но самое главное, что вам нужно не просто как бы написать, вам нужно нам сюда позвонить. Номер наш 279-2949 и седьмой правильно ответивший получит приз. А может первому дадим? Давайте, первый же вот. Первый пришел к старту, собственно да 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 да. И к финишу. А первый, кто заслужит до нас, тот и получит автограф. Друзья вы наши. Ну а пока что вы локтями танцуете? Локтями? Локтями. Тремся локтями. И лентями, и ногтями, и локтями, и лентями. Я помню в садике был вот этот танец. Утят? Утят? Да, да. Л1 придумал новый. Вот такой. То есть он переименовал его в себя. Все танцуют локтями. Как Л1 прямо сейчас. И кстати не забывайте, что звонить нам надо, тот получит приз. Молодец парень. Приз. А мы продолжаем. Телеканал Russian ZikBox. Что там у нас за автограф? Какой он? Вот такой вот он. И нам дозвонился человек, алло человек, здравствуй! Здравствуй. Здравствуйте. Все, я тебя отдаю в группе Ayovi. Ведите с ним диалог недолго. Привет, как тебя зовут? Он там. Денис. Ты здесь Денис? Ух ты! А нас зовут Леня, Катя и Вася Вот нам очень приятно, что ты дозвонился Скажи, пожалуйста, ты знаешь ответ? Знаю Скажи, пожалуйста, нам очень интересно Какое же кольцо-то не раскрылось, цвета? Красное Красное Посмотри, мы даже подсказочку сделали Красным расписались, а ты сам оказался таким умным Все, отлично Поздравляем Он для тебя, этот автограф Да, спасибо Хочешь задать вопрос, задавай его быстренько У меня нет вопросов Нет вопросов, хорошо Трубку не вешай, с тобой сейчас будет говорить наш звукорежиссер А мы уходим на маленькую рекламу А потом возвращаемся обратно И будет Вот оно! Итак, это телеканал Russian Music Box Это программа Showroom А в гостях у нас сегодня группа Ayo И я только что узнал одну тайну Тайну, как расшифровывается Название группы Хочу знать Хочу Чтобы я сказала Да Говорю Ириотс Ириотс Вот теперь Дальше не надо Вот теперь немножко секретом для вас кто сможет распознать что это означает Пишите нам в группу Это не конкурс, а просто хотим знать умные вы или такси как я Так, значит, мы с вами начинали уже два раза говорить за клип За клип Вот И продолжим сейчас говорить за клип Какие Мы пришли уже к тому, чтобы его снимать по моему В Ялте В Ялте И что вы использовали собак Да Их мы использовали Потому что людей уже что Это наш актерский дебют на самом деле с Васей Поэтому нам нужно было Шерстяные Войти в ролик Шерстяные накладки Кожаные носы Все у нас получилось Не нужно было Еще один плюс Не нужно было платить артистам Можно было просто кормить Просто у меня У меня было пальто Набито сосисками Скинчук Это наша заработная плата Нормально съели Вот И при этом отработали Потрясающе Потрясающе А какая порода? Хаски Хаски Ну, конечно, глуполазые Хаски Не совсем У одного был Вот такой вот Глаз Просто когда меня Если напугать То у меня один глаз Один колзвей Такой же глаз Как у Вас Скисов Да, снимала его Режиссер Валерия Вагнер Потрясающая Женщина Глаз-алмаз Глаз-алмаз Она прям видит это Все по-особенному Были ли сложности Какие-то во время съемок Или может быть Детинки На котором Прям поражать Нельзя было Не поражать Вот так А снимали бэкстейдж И мы посмотрели бэкстейдж И мы поняли Что нет Это нельзя Выкладывать Потому что Катя была вот такая Везде Просто было безумно холодно Ее реально там Растирали Я не знаю Там укутывали в одеяло Меня растирали Спиртом Я реально Отмерзали ноги Я бежала В таких Каблучках Таких От съемочной группы Но все равно Ее догоняли Да Возвращали обратно А поэтому Были сосиски Да Собаки Слез Мы догоняли Вот здесь Вообще Ничего Кроме Кроме Туфель На каблуках И я бегу И понимаю Так У меня сломаются Пальцы Там или нет Ну то есть Я боялась Потому что Я их не чувствовала За каблуки Не переживала За каблуки Да А вот Пальцы Они же Не поставишь Новые Вот И Было безумно Холодно Поэтому Вода Которая Там В конце Клипа Вы должны Посмотреть Просто Воду Клип Потому что Вода Которая Залетала Она Мне казалась Не из-под Крана Давай Сейчас посеем Давай Сейчас посею Сейчас что-нибудь Посею Она Сразу Замерзала На лету Сразу Замерзала И Когда Она Падала Такой Звон Монетный Ребята Это было Не смешно Не смешно Смотрим Не смешно Не смешно Я предлагаю Смотреть Клип Потому что Сено Сено Сеять Нам нужно Сеять Не смешно Пальцы Кончаются Друзья Смотрим Гриб Сейчас Мясна Группа Айова Презентуем Уже Нам написали Наши гости Ха-ха-ха Собаки Ведут Машину Как Это Получилось А Это Особое Школа Вождения С Группа С Группа Я говорила времени давайте все хорошее скажем нашим гостям и пойдем отдыхать мы дождались весны мы вас всех всех нас поздравляем с этим и пусть весна будет у вас каждый день это 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 новые какие-то мечты дела занимайтесь любимым делом если вы не хотите не работать оставайтесь самими собой бросьте работу ради любимого хобби перейдьте в другой город к любимому человеку сделайте что-то сумасшедшее для других но то что для вас так ценно так любима отпустите себя освободитесь и встретились друзья будьте счастливы искренне а я вам говорю валиры не грустите никому не врите и знаете чужие тайны пока группа айова шоурум я дэнзо и все это russian music box чао а